Профилактический осмотр оборудования или устранение утечки газа – таковы будни слесарей газовой службы. Следя за нашей безопасностью, они сталкиваются и с трудностями. В квартиры попасть бывает нелегко. То, что многие дома сидят, это нисколько нам не облегчило работу в связи с тем, что люди не пускают. Дверь даже не открывают, а говорят через дверь, что карантин, никого не пустим. Если это плановый техосмотр, то еще не так страшно. Зайдут снова попозже. А вот в случае утечки газа действовать надо оперативно, ведь опасность угрожает большому количеству людей. Здравствуйте, Горгаз, планы тебя в служении. Сегодня слесарь внутридомового газового оборудования Руслан Ахмед Сафин отправился по вызову. Жильцы квартиры почуяли запах газа. Слесаря дождались, в квартиру пустили. В среднем на плиту уходит минут 20-30, если все нормально. Если утечку, то по состоянию смотреть надо. Бывает и 2 часа, и 3 часа ковыряешься, это как бы нормально. В этой квартире управились быстро. На все работы ушло около получаса. Устранили утечку и дали хозяевам рекомендации. Были даны рекомендации поменять, заменить гибкий шланг, потому что так как он у них был металлический проржавел, там в местах ржавчины может пробить и утечка газа образоваться. Поэтому, чтобы этого не произошло, была дана рекомендация по замене, чтобы они своевременно заменили. Газовая служба вышла на штатный режим работы. В среднем следствие проходит по 20 квартир в день. Поэтому впускайте, впускайте, но проверяйте. Это все ради вашей безопасности. Ну и, конечно же, не забывайте, обнаружив запах газа, обязательно звоните 04. Кирилл Давкаев, Ахри Исламов. Новости НТР. Кирилл Давкаев, Ахри Исламов. Новости НТР.